День социального работника – праздник тех, кто первыми принимает на себя волны людских проблем. Наша съемочная группа понаблюдала за трудовыми буднями одного такого замечательного человека. Так, Григорьевич, мы идем к вам. Здравствуйте. Ну как вы здесь? Как себя чувствуете? Нина Ивановна Косорукова работает социальным работником вот уже три года. Работу свою любит, а в подопечных души не чает. Сейчас она помогает жить и, что самое главное, украшает жизни девяти человек. Бабушки и вот он у меня один дедушка попались мне вообще изумительные, как ни у кого. Вообще отличные. Так что мне вообще никому никаких вот ни нареканий, ничего. Все прям отлично. Григорию Яковлевичу 92 года. Он ветеран Великой Отечественной войны. И, конечно, с повседневными делами самому справляться сложно. Купить продукты и лекарства, прибраться в квартире, оплатить коммунальные услуги, да и просто поговорить и попить чаю. Вспомнить прошлое и поудивляться настоящему. Не переставая нахваливать свою помощницу, говорит, что такие люди просто необходимы. Старость не радость. Я, конечно, не могу сейчас полноценно ухаживать за собой. Поэтому то, что социальная служба организовала уход за мной, я ей очень благодарен. Нина Ивановна – это отличный человек, замечательная женщина. Я ее даже люблю, хотя у нее есть муж. Еще одна подопечная нашего социального работника – Нина Петровна. Ввиду состояния здоровья, практически не может выходить из дома. А телевизор и окно – единственная связь с окружающим миром. А помощница не только облегчает жизнь, но и стала для нее подругой. Во-первых, безотказный человек во всех отношениях, какая бы проблема ни возникла, всегда в любом случае поможет и поможет положительно. И вот еще что хочу сказать. Если бы у нас было таких людей побольше на нашем свете, то жизнь была бы совсем иначе. Вот честное слово. Конечно, социальный работник – одна из самых благородных и нужных профессий. Именно эти люди оказывают помощь многодетным семьям, инвалидам и ветеранам, детям-сиротам, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Работа требует от них не только глубоких знаний и высокой квалификации, но и особого душевного склада, чуткости, отзывчивости и доброты. И люди, в полной мере обладающие этими качествами, помогая конкретным людям в том числе, и вносят большой вклад в создание благоприятной, стабильной атмосферы в обществе. Я с ними, ну как, приходишь, вот, одна у меня постоянно все газеты читает. Вот приду, она мне говорит, Нина, я тебе сейчас все расскажу. Тут я прочитала, что прочитала. Ну, они ждут как Бога. Вот, ну, есть вообще, у которых ни родственников, никого. Вот они, придешь, они, ну, поговори со мной, ну, хоть давай поговорим с тобой. Ну, вот, что, старайся поговорить. Ну, конечно, ты вот посмотришь, тяжело им, конечно. Несомненно, несмотря на кажущуюся легкость и необременительность, работа социальных работников очень тяжелая. И эти люди, как никто другой, психологически подвержены выгоранию. Поэтому уважайте их и цените их труд. Даже вот до этого две девочки, ведь молоденькие, меня ходили обслуживали. Я такая была довольна всегда. Девчонки придут, они такие улыбчивые, добродушные. Вот прям поговоришь, аж душа радуется, вот честное слово. Все правильно, все правильно. В такой степени все хорошо. Нет, ну, целый день одна, конечно. Ну, да.